Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим о том, как делается макияж для девушек 40+, 50+, 60+. Очень часто меня об этом спрашивают, поэтому хотелось бы немножечко вам объяснить, что не существует макияжа конкретно по возрасту. Нет такого, что если вам исполнилось 60, все, значит вам стрелки нельзя, красные губы нельзя, ни в коем случае голубые тени, блеск запрещается, перламутр тоже и так далее. То есть, когда мы говорим о возрасте, то есть очень часто можно прочитать в различных источниках информации о том, что взрослым дамам это нельзя. Получается, знаете, какая-то дискриминация по возрасту, то есть чем старше мы становимся, тем нам больше нужно сидеть дома, не выходить никуда, потому что мы своими морщинами и своим возрастом что, пугаем окружающих? Это абсолютный бред, и я хочу вот эти мифы немножечко развеять. Первое, важный момент, макияж девочки, он подбирается не по дате в паспорте, а подбирается по фактуре. Мы можем меняться, точнее мы меняемся, и это нормально. Да, в 20 лет у меня были веки более открытые, сейчас они стали не такие открытые. Да, возможно, у меня появились морщины. Скорее всего, губы в некоторых случаях могут стать меньше. Плюс может измениться вес. То я похудела, то я поправилась. И вот эти изменения тела, они как раз и диктуют нам, что нужно пересмотреть, может быть, какие-то средства или технику нанесения изменить, для того, чтобы выглядеть так же шикарно, но уже по той дате, которая в паспорте. Мы когда меняемся в теле, допустим, мы немножечко поправились, мы покупаем одежду другого размера, верно? Также наоборот, если мы постройнели, то мы покупаем одежду меньшего размера. Что касается макияжа, здесь тоже так же работает. Если у вас произошли какие-либо изменения, то тогда мы меняем или тональный крем, или корректор, или если раньше пользовались пудрой блестящей, то теперь она будет матовая. Поэтому макияж подбирается под свою фактуру. Если вы всю жизнь красили стрелки, а у вас сейчас века изменилась, то тогда вы можете перейти на другую технику, то есть использовать не стрелки, а тени. Наверняка есть в вашем окружении, а может быть это вы, вы всю жизнь красили стрелки, и вам сейчас 65 лет, и вы так же красти стрелки, и это выглядит красиво. Потому что мы, девочки, можем меняться по-разному. Есть те, у кого в первую очередь плывет, например, овал лица. Есть те, у кого в первую очередь изменяются именно строения глаз, точнее кожи вокруг глаз. Поэтому наша задача просто адаптировать под те изменения, которые произошли. Поэтому, если у вас стрелки теперь не украшают ваши глаза, вы переходите на тени, и тени дают эффект лифтинга. Это видео, кстати, про то, как работать в плане макияжа с новейшим веком, вы можете посмотреть на моем канале. Ссылку я обязательно укажу. Если у вас, например, кожа, она стала более сухой, то вам нужно изменить тональное средство. Если вы до этого использовали пудру, то, возможно, сейчас будет намного лучше выглядеть кожа, если вы будете использовать увлажняющий тональный крем. Если у вас появились морщины, морщины не замазываются косметикой. Морщинки, для того, чтобы они были менее заметны, отвлекается внимание. То есть макияж выстраивается таким образом, чтобы отвлечь внимание от зоны, где есть морщины, и привлечь внимание к достоинствам. У каждой из нас есть достоинство. Поэтому, когда делается макияж, в первую очередь нужно усилить свои самые лучшие стороны. Это может быть цвет глаз, это может быть красивые брови, это могут быть шикарные губы, это может быть подтянутый овал лица. Он не у всех плывет. У нас есть разные типы старения. Поэтому макияж, как ни странно, но он еще подбирается и по типу старения. Более подробно об этом я рассказываю на своих вебинарах, или более подробно можно получить информацию на моих видео на ютубе. Обязательно подпишитесь на мой канал, посмотрите, я как раз рассказываю разные свои наработанные фишечки. Я работаю визажистом уже 23 года, чтобы вы могли эти знания применить для себя. Следующий важный момент, что макияж подбирается к личности. То есть, нет такого, что нельзя красную помаду. Нет такого, что нельзя блеск для лица. То есть, опять же, не делаем какие-то ограничения для себя. Нам просто нужно научиться правильно этим пользоваться. Например, если у вас губы шикарно сохранились, хорошая красивая форма, почему бы не накраситься красной помадой, тем более, если вы имеете определенный статус, например, на руководящей должности. Поэтому красная помада, девушка, которая руководит коллективом, не знаю, свой бизнес имеет, не важно где, и вот этот вот статус, он подчеркивается и украшениями, и макияжем, и красная помада для бизнес-леди, по-моему, выглядит просто фантастически. Я понимаю, что может быть изменения такие, что губы стали тоньше. Да, бывает такое. То тогда нужно что сделать? Научиться их увеличивать. В этом нету никаких сложностей. На моем канале тоже можно посмотреть эти видео. Если у вас стрелки уже не получаются, вы можете научиться делать макияж с помощью теней, потому что тени дают фантастический эффект раскрытых глаз. Это раз. И еще важный момент, чтобы нивелировать морщинки или чтобы придать моложавый вид, то макияж с возрастом становится более мягкий, построенный на растушевках, вы сразу будете выглядеть очень шикарно, молодо, статусно, и при этом морщины будут смотреться меньше. Особенно вот эта мягкость, она важна, например, если вы работаете с людьми. Когда мы взрослеем, появляются морщинки, и эти морщинки дают определенные линии на лице. Поэтому, если вы работаете в детском саду, если вы преподаватель в школе, если вы работаете с людьми, и для вас очень важно, чтобы, ну скажем так, сблизить дистанцию при общении в вашем коллективе, или с клиентами, или со студентами, то как раз вот здесь, вот макияж, он делается больше на мягкость линий, потому что с возрастом они у нас становятся более жесткие. Любая морщинка – это определенная линия, которая может давать нашему характеру жесткость. Поэтому, как только мы их рассеиваем, получается более молодой, ухоженный вид. И вот если мы говорим про статус, про социальную роль, то макияж, который делается на современный лад, он автоматически делает вас молодой. Поэтому дело не в том, сколько вам лет, а как вы применяете современные знания, в данном случае в макияже, для своей фактуры. Поэтому не всегда будет уместно в некоторых заведениях красная помада. Ну, например, там врач, работающий с детьми из красной помады, наверное, это не совсем будет уместно. Опять же, если вы руководитель, и у вас, не знаю, турфирма, или какой-то другой бизнес, может быть, вы в шоу-бизнесе работаете, то, конечно, это будет красиво. Поэтому второй важный момент подбираем мы в зависимости от того, какая социальная роль, какой статус. Третий важный момент, который тоже нужно учитывать, это ваши предпочтения в цветовой палитре. Нету никаких ограничений. А можно ли мне использовать там голубые тени? Ну, конечно же, можно. А можно ли мне использовать розовый румяна? Тоже можно. Любой цвет можно использовать в любом возрасте. Я как-то видела одно видео, где разговаривали два визажиста, мужчины, и говорили, что девушкам за 40 ни в коем случае нельзя использовать цветную тушь или цветные карандаши. Понимаете, мне скоро 46 лет будет. Это значит, мне запретить использовать фиолетовую тушь, фиолетовый карандаш. Это же моя любимая палитра цветовая в макияже глаз. То есть, очень много вот таких рекомендаций есть, которые нас очень сильно могут расстраивать. И в итоге вообще мы теряем энтузиазм к тому, чтобы выглядеть хорошо. Потому что нам кажется, что будут на нас очень криво, косо смотреть. Ой, она же старая, ей 46 лет, а она накрасилась фиолетовой тушью. Фу! Так, чтобы вот этого не было, и чтобы вы выглядели молодо и красиво, просто научиться этим пользоваться. И вот буквально несколько вам таких, ну не примеров, а, да, надо сказать, все примеры. Допустим, есть такой миф о том, что тональный крем подчеркивает морщины. Нет, это ерунда. Тональный крем подчеркивает морщины только в том случае, если очень сухая кожа, это раз, значит, ее нужно увлажнить средствами по уходу за кожей. Второй момент, это когда вы используете тональный крем с пудровым финишем. Что такое финиш? Посмотрите видео, я подробно рассказываю. Это когда вы используете тональный крем, который превращается в пудру, а любая пудровая текстура будет усиливать морщины. Следующий момент, корректоры для зоны глаз, они подчеркивают морщины. Да, если вы выбрали корректор, который для лица, если вы выбрали корректор, который для фотосессии, если вы нанесли огромное количество не в ту зону, морщин будет в два раза больше. Поэтому нужно научиться пользоваться корректором. На моем канале есть видео про это. Следующий момент, например, что загарная пудра, которую я обожаю, она старит, и она придает возраст. Нет, девочки, загар, который как курица-гриль, он придает возраст. Но когда у вас цвет лица имеет красивый персиковый тон, это очень круто омолаживает. Это сразу же придает эффект свежести. Розовые румяна старят. Это вообще для меня было такое открытие. Розовый цвет характерен для как раз молодого и юного лица. Поэтому розовый цвет румян в правильной технике будет как раз создавать эффект свежести. Но если у вас есть такая проблема, как купероз, то, конечно, розовый румяна в данном случае будет лишнее. Затем коричневые тени, вот у меня, кстати, розовый румяна, коричневые тени, они создают уставший вид. Да, если неправильно накраситься, если сделать это правильно, то они будут создавать потрясающий эффект лифтинга. Коричневые тени, это те тени, вот у меня сейчас эти на глазах, мейбелин список, я представлю то, что вот я сейчас показываю, номер 480, они как раз создают вот эту вот легкую поволоку и дают эффект раскрытых глаз. Это идеальные тени для того, чтобы сделать глаза большие и выразительные. Есть, опять же, миф о том, что блеск очень здорово подчеркивает морщины. Я имею в виду блеск для лица. Да, если нанести именно вот сюда, на центральную часть лица. Поэтому любые хайлайтеры, которые придают нарядность и сияние кожи, они наносятся на те зоны, где нет морщин. Это делает кожу более маложавой и подтянутой. Это визуально создает иллюзию тонуса. Поэтому, если вот на эти зоны, вот сюда, нанести под пик брови, на скулы, немножко вот этой сияющей текстуры, то это будет создавать эффект кожи, натянутой, как у ребенка. Поэтому это будет создавать именно и лоск, и маложавость. Следующий миф о том, что фиолетовые тени, голубые тени, карандаши или цветные туши тоже уводят нас в Советский Союз, как, не хочу никого обидеть, да, девушкой из буфета. Это такой яркий типаж советского времени, поэтому, ну, такое же нарицательное, да, имя. Так вот, чтобы выглядеть со своими любимыми тенями или тушью красиво, достойно и молодо, и по-современному, нужно просто изменить немножечко технику нанесения и, конечно же, дозировка должна быть другая. Что значит дозировка? Техника нанесения и дозировка. Техника нанесения – это когда вы тени используете, например, там, голубые или фиолетовые, но не вот так вот масштабно, как это было красиво, когда вам было 20 лет, а делаете в процентном соотношении поменьше. Например, практически каждой девушке подойдет, если вы свои любимые цвета будете использовать буквально небольшое количество на подвижную часть века. Удовлетворили себя цветом, любимым, при этом это будет выглядеть современно. Соответственно, это будет еще больше, например, украшать, если у вас глаза зеленые или карие, если глаза голубые, то будет красиво смотреться золотые тени. А как подчеркнуть цвет глаз, тоже на моем канале есть такое видео. Затем, цветные карандаши, они смотрятся значительно мягче и сочнее, чем черный или коричневый цвет. Бывает, что черный цвет, девушкам, когда становимся мы постарше, в чем особенность, что наша натуральная фактура, она немножечко как увядать, это естественный процесс, мы никуда от этого не убежим. И когда делается макияж, и если мы в своей фактуре возвращаем сочность красок, мы сразу будем выглядеть молодо. Поэтому, если вы воспользуетесь цветным карандашом, но не будете делать масштабные стрелки, которые уходят прямо чуть ли не на виски, а сделаете их немножечко между ресницами и капельку, как последняя ресничка у внешнего уголка глаза, то в зависимости от того, какой будет цвет карандаша, вы можете усилить цвет радужки. Это будет потрясающе красиво. Цветная тушь. Тоже говорят, что взрослым тетям нельзя. Я обожаю цветную тушь. Я вообще без нее не могу. Цветная тушь есть разная. Есть цветная тушь, которая после того, как вы накрасили, будет давать вот такой вот сочный цвет. Это будет уже другая история. Но если этот цвет будет благородный, немножечко приглушенный, то тогда это будет придавать как раз вашим глазам, точнее радужки, сочность радужки, что очень важно. Поэтому вот такие вот нюансные цветовые акценты позволяют сделать нашу фактуру более сочной. Губы, перламутр нельзя, и вообще на глаза перламутр нельзя. Можно, но только очень осторожно. В небольшом количестве. Блестки взрослым тетям нельзя. Можно, только не нужно эти блестки рисовать до бровей. Я тоже здесь немножечко сделала, воспользовалась вот такими новогодними блестками и наношу буквально небольшое количество. Посмотрите, опять же, вот сюда вот, на подвижное веко. Здесь у меня матовые тени, коричневые, которые раскрыли мои глаза, потому что веко уже опадает. Здесь я удовлетворила свое желание в блестках, и это совсем чуть-чуть. У меня фиолетовый карандаш, фиолетовая тушь, розовая румяна, загарная пудра, блеск на лице. Ну, то есть, все, что обычно советуют, и это нельзя делать, я все сделала. Девочки, поэтому это просто миф, это просто какие-то шаблоны устаревшие, которые уже просто не работают. Дело в том, что, чтобы сделать макияж с учетом всех ваших пожеланий, и при этом макияж вас украшал и не придавал возраст, и не уводил вас в ту старую эпоху, а создавал образ, что вы молодая, жизнерадостная, красивая женщина, просто нужно научиться всем этим пользоваться на современный лад, чему я обучаю. Поэтому подписывайтесь на мой канал, надеюсь, было полезно. Приходите на обучение, ссылку я тоже укажу под этим видео. Посмотрите, у меня много таких роликов, где я рассказываю, объясняю про текстуры, про цвета. Вам будет очень интересно, полезно, и вы обязательно примените для себя, и увидите, какая вы красивая. До новых встреч!